Сейчас на связи член комитета Госдумы по энергетике, член комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики, герой России Александр Карелин. Александр Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, что вам запомнилось в предложениях президента, как скоро депутаты приступят к разработке поправок на основе предложений, которые мы услышали? На самом деле поправки обсуждались уже с первого чтения. И бурный процесс консультирования не только с экспертным сообществом, но и непосредственно и с работодателями, и с ассоциациями работников, с профсоюзными организациями. Все это происходило. Одним из этапов этого обсуждения широкого как раз было парламентское слушание, которое прошло у нас не так давно в каникулярное время, но тем не менее в стенах парламента. То, о чем сегодня говорил президент, конечно, это, ну, как реформа. Крайне редкие его обращения непосредством послания к федеральному собранию, а именно вот так напрямую ко всему населению, к каждому из сограждан, говорил о реальном положении, оценил ту работу, которая проведена, оценил те предложения по сохранению категорийности. То, о чем было сказано и по тем, кто в аграрно-промышленном комплексе работает, те, кто по горячей сетке трудится в сложных условиях, в условиях севера, малочисленные народы. Соответственно, были тяжелейшие профессии горняки, я имею в виду шахтеров в первую очередь. Поэтому он обобщил все, так скажем, предложения поступившие и над ними уже работаем. Дело в том, что, например, вопрос о сохранении льготы и особого начисления пенсионного стажа для тех, кто в аграрном секторе работает, в том числе и новосибирским законодательным собранием во время обсуждения изменений в пенсионную реформу. Поэтому, Владимир Владимирович, ну и, конечно, то, что он сказал о том, что форма должна быть более щадящей, я бы так сказал, более гуманной. Особенно это характерно выражено в его предложениях, которые он обобщил и систематизировал по женщинам. Я сейчас говорю о том, что все-таки не на 8 лет, а на 5. И о том, что предложение количество детей также соразмерно будет, в общем-то, влиять. При этом, если 5 и более детей, то нынешняя норма, то в 50 лет женщина уходит на пенсию. Ну и, конечно, сохранение льгот региональных и федеральных, которые он четко партикулировал и подтвердил. Вот в этом особенности, но повторю еще раз, он со свойственной ему манерой способность удержать паузы, посмотрел на то количество обсуждений, взял из них самые жизнеспособные, которые не ажиотажны, не являются исключительно популистскими. И, в общем-то, большей частью именно на этих предложениях построил свое видение тех изменений, которые должны происходить. Ну и, конечно же, то, что он анонсировал, я думаю, здесь сейчас только начнется работа по изменениям в этой связи в административный комплекс, в кодекс, соответственно, уголовный в том числе, потому что он анонсировал предрек за дискриминацию по возрасту, очевидно, более жесткие последствия. Стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, предложено уменьшить до 37 лет для женщин, до 42 лет для мужчин. Да, до 42 лет для мужчин. Как вы думаете, для чего нужно? Сохранить те же размеры, в общем-то, готовые были. Он предложил это сделать. Поэтому сейчас, ну и я думаю, что, к сожалению, за остротой обсуждений у нас выпал еще один НАК, который был подписан и принят вместе с первым чтением этого закона. Это как раз та самая конвенция, которая с 50-х годов не являлась отоблемой, принятой на себя организацией международного труда. О том, что 40% от утраченного заработка – это минимальная граница пенсионных выплат. Это тоже взаимосвязано во всем. Спасибо. С нами на связи был член Комитета Госдумы по энергетике, член Комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики, герой России Александр Карелин. Продолжение следует...